Стоянка на месте реальной дислокации штаба пинской партизанской бригады под командованием Ивана Шубетидзе в урочище Карасино в 6,5 километрах от приграничной деревни Махро. Здесь с августа 43-го по июнь 44-го жили партизаны шести отрядов, более тысячи человек. Для Николая Дорогокупца почти все вокруг свято. В таком же лагере находился и его отец, член партизанского отряда имени Лозо. Отец иногда приходил с партизанского отряда, и после, когда начались бои на Депробусном канале с рукодневной обороны, он пропал, и мы полгода не знали, где он. Когда мы в деревню приехали, оказывается, мы уже в составе Красной Армии. Начиная с открытия в 2021 году стоянка ежегодно прерастает новыми объектами. Сначала их было шесть, сегодня уже более двадцати. В прошлом году гостям презентовали восстановленный гражданский лагерь. В этом баню и еще одну жилую землянку – партизанскую казарму. Существовал гражданский лагерь, где проживали женщины в основном, дети, где проживали старики, которые также выполняли огромную роль в жизни партизан. Они занимались ремонтом одежды, ремонтом обуви, изготавливали взрывчатку, ремонт оружия, ремонт конных телег. То есть для того, чтобы максимально обеспечить этот партизан. Красиво! По задумке, каждая локация во время реконструкции проживает свою маленькую жизнь. В полевом госпитале оперируют раненого, в штабе раздают боевые задания. В гражданском лагере ремонтируют, чинят, стирают, учатся, готовят еду на костре и даже рожают. Все на достойном уровне сделано, очень все натурально. Все участники реконструкции – жители Ивановского района. Наработники культуры, педагоги, школьники, члены военно-патриотического клуба «ЩИТ» и энтузиасты из Ивановского клуба реконструкторов «Патриот». Экскурсоводами уступают ребята из Махровской средней школы. Я уверена, их уже не убедишь в неправде исторической. Они точно понимают, что именно здесь их деды и прадеды отдавали жизнь за свободу и мирное небо над нашей Белоруссией. Уже сегодня ивановцы готовятся к следующей реконструкции. В юбилейный год Великой Победы программа обещает быть еще более насыщенной и впечатляющей. Помимо новых локаций, гостей Пусловского леса ждет реконструкция боя.